Это видео будет о Потомском кратере. Есть несколько версий, как образовался этот кратер. Я не буду все их озвучивать. Там разные приводят. Одна от метеоритной версии, что это якобы метеорит упал. Вторая версия, что это вулканические какие-то процессы. Третья версия, что это якобы тает вечная мерзлота, и вот образовался этот кратер. Либо там вода сначала обледенела, потом разведенела. Дело в том, что уже официально, научно доказано, что там вулканов никаких нет в той области. Эта область более чем 2 миллиона лет не происходило никаких извержений, ничего. Это сплошная скала известняка. Такие огромные, называются сопки, холмы. Ближе к английскому слову это холмы. Гигантские холмы известняка. Монолитного. И никаких вулканических извержений там нет, не было в ближайшие как минимум несколько миллионов лет. Скорее всего, что как датировать кратер? Тоже есть много версий, но одна из наиболее разумных, что кратер образовался тогда же, когда и произошло так называемое всеми известное явление Тунгусска. Падение якобы Тунгусского метеорита. И вот в это же время, именно в тот же день образовался кратер. Если бы он образовался раньше, то местные люди, они бы доложили царским властям, что вот в том месте есть какое-то удивительное явление. Они, например, докладывали о котлах, так называемые колдруны. Медные котлы, которые вот находятся. И одних уже докладывали приблизительно в 1700 году нашей эры. В 1750-м, вот так вот, уже есть сведения о них, есть физические записи, документы, что вот какие-то местные населения говорят о каких-то медных котлах, которые разбросаны. И это было еще в 1750-м, так и приблизительно, в 800 году. Об этом же кратере нет ни единого звука, нигде абсолютно не упоминается. И по словам местного населения, он образовался тогда же, когда произошел падение Тунгусского метеорита. Тогда же образовался тогда. Еще больший вопрос, конечно, вызывает, почему не происходит бурение этого кратера. Еще в 2012 году, в 2011-2012, все телеканалы трубили о том, что вот, в скором времени начнется бурение, будем проводить работы, будем исследовать. Но гробовая тишина, ни единого писка, ни единого звука. Какая проблема отправить туда одну буровую установку, несколько человек и проводить бурение. Никаких проблем там нет. Какие-то силы, скорее всего, что высшее руководство не дает добро, чтобы бурить. Никаких особых финансовых затрат провести бурение одной буровой установкой, там это не миллионы и не миллиарды. Можно было провести, хотя бы бурение, хотя бы исследовать. Но категорически нет. Неофициально, никто об этом не говорит, но негласно, категорически запрещено. Потому что уже бы даже местное население, уже бы какие-то буровые работы, могло бы даже своими силами провести. Достали туда одну буровую установку, на машине как-то добрались, там как-то с горем пополам. Конечно, это трудодоступный район, туда дорог как-то в принципе нет, но можно было бы добраться. Лес же там рубят как-то в том районе, как-то добрались бы. Или в крайнем случае вертолетом бы подвезли бы одну буровую установку, провели бы бурение. Но не то, что там категорически нет, негласно об этом никто не говорит, запрещено. Все бурение, все запрещено. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok